Ламу Йонтенгялса Лама Йонтенгялса Лама Йонтенгялса в свою очередь поделился мыслями о тибетской культуре, мыслями о том, какой вклад может внести тибетская культура в общемировое пространство. Очень интересно, что в России есть большой интерес к науке об уме, чем к такой традиционной религии. Буддизм это не только какая-то определенная религия, это опыт, медитация, философия. То есть, соответственно, большинство людей делает запрос на изучение медитации и какого-то конкретного философского опыта, который осмыслил буддизм в России. Основная тема 21 века, как гармонизировать наше общее мировое пространство, используя различные методы, потому что сейчас меньше веры, меньше религиозного восприятия. О буддийских экспонатах подробно рассказал Лама. Он объяснил слушателям, для чего они используются в практике тибетских монастырях и тибетской культуре. Помимо этого, студенты узнали о пяти внутренних и внешних элементах, из которых состоит внутренняя и внешняя вселенная. Лама также рассказал об определенных символах, как они могут гармонизировать в пространстве и в нашем уме. Вот, например, буддийский колокольчик. Вместе в Аджир и колокольчик представляют неразделенный союз метода и мудрости. В паре они становятся символом целостности всех качеств, присущих пробужденному состоянию, которое свободно от двойственности и разделения. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универа Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова